Продолжение следует... 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 Ко мне лично... К вашему непосредственному руководству спускалась и до вас вы в подразделениях доводили, что теперь... Нет, Геннадий, еще раз повторяю, вы согласно правилам дорожного движения управляете транспортным цветом, и вы как водитель опять не предоставить водитель все эти регистрации и строковой полюс. Продолжение следует... Будьте любезны, вы меня не задерживайте, отдайте мне документы, я поеду, потому что... Нет, я составил административный протокол, вы поедете не в автобус. Ну, составляйте вперед тогда, я жду. Ими давай, покажите еще страховой полюс. Сейчас пойдете составлять административный материал и увидите там. Где там, увидите? В базе РЦАЕСВЕДЕНЬЯ, ой, в страховом поле ИСИ на данное транспортное средство, собственником которой является гражданин Российской Федерации Каташвилин. У нас такой базы нету. Ну как нет? Давайте документы, я поеду. Так и ждите, сейчас я составлю правильный протокол. Хорошо, давай, вперед. Здесь, Геннадий, проживаете где? По месту регистрации транспортного средства. Там все сведения отражены. Я вас по-моему спрашиваю. Там все сведения отражены. 51 статья Конституции. 51 статья Конституции. Что 51 статья Конституции? Я пользуюсь 51 статьей Конституции. Ну вот так и надо говорить, а не просто я 51 статья Конституции. Пишите, что в документах регистрационных. Перепод сообщать будете? Не сообщил. Долго очень. Составляете процессуальные документы. Ничего страшного? Это страшно. Документ, материал административный составляется немедленно. Не сообщил. Сколько это там предоставляется? Ну вы потом пообщаемся с людей у вашего руководителя. С удовольствием. Не вижу смысла с вами на дороге вам ликбез проводить. Предпочитаю за деньги на возмездной основе общаться. Хорошо, не вопрос. Давайте быстрее мне навстречу. Не вопрос. Вы перестаете нарушать... В моих действиях нет нарушения. Таким образом, что тонировка не запрещена согласно закону таможенного союза от 1 января 2015 года. А ваше требование не имеет юридическая сила. Спросите, мое требование как сотрудника полиции имеет полную юридическую силу. Мое требование как сотрудника полиции. Давайте документы. Вам нужно прекратить административную право. Я ничего не нарушаю. Нет актов вступив в силу. Когда вы покажете акт по 12-5-6-3-1, вступив в силу, тогда вы можете выписать требования, то может быть. Еще раз повторяю. Мы пролетим транспортным средством. Отражу свои объяснения, я поеду. Подражайте. Вы же знаете, что документы вам нужны. Пожалуйста, не нужны ваши документы. Вы же все понимаете, что... Я прекрасно знаю. Когда хотите, когда они присутся, вы можете давать показания, правильно? Вы будете еще сведения сюда вносить какие-либо? Я сейчас прочитаю, что вы там напишите. Я, конечно, внесу. С вашего позволения. Вносите сразу. А? Потому что это процессуальный же документ у меня остается. Нет, чтобы преступников ловить. Значит, смотрите. Я вас ознакомлю. Да. Вы же требуете помощи адвоката. Значит, завтра... Давайте, я сейчас просто отказываю мою... А, ну хорошо. Сейчас я вам выпишу бумагу еще вам. Слушайте, как вы долго материал оформляете. Давайте я сейчас оставлю свою отметку. Получу процессуальные документы и поеду. Вы все расписали? Все? Вы мне сказали? Да. Великолепно. Вы же прекрасно. Еще что самое интересное знаете, что эти акции будут отменены. Это ж хорошо. Вы же... Я смотрю, вот такая тенденция в последнее время. Пушкинские сотрудники ГИБДД пиарятся за счет Таташвили Дениса Геннадьевича. Да ну бросьте. Да что, ну бросьте. Это все ерунда. Вы просланировались, номера закрасили и пожалуйста, едете сколько угодно. Мне даже некогда в интернет залезть. А, все понял. Я пришел, отдал жалобу, отменил. Люди посмотрели и инспектора посмотрели и понимают, где прорезь и как выходить. И ваше руководство, что самое интересное, им очень познавательно эти процессуальные документы, когда их отменяют. Почитать, посмотреть. Потому что они сами говорят, вот эти требования, которые разработала МВД, департамент, они не имеют юридической силы. Есть норма, которая закреплена в статье 29.13, из которой следует, что выдается должностным лицам либо общественным организациям представление. Причем лицом, который проводит процедуру административную. И вот это вот. А что самое интересное, граждане, которые не обладают в полной мере познанием в КУАП и в других нормативно-правовых актах, попадают в суд. А суду-то мотивировочную часть. И поэтому люди и по суткам, и по двое сидят. Вот в этой связи. А знаете, для какой цели требование создано? Организованно. Да, да. 307-м федеральным законом были внесены поправки в Кодекс административного правонарушения 15 ноября 2014 года, которым исключили меру такую, как снятие государственных регистрационных знаков, предусмотренную частью статьи 27.12 или 13. Сейчас точно не помню, что казаться компить тоже точно. Вот. И поэтому я, что самое интересное, писал Кузнецову и говорил, а вот давайте по 12 главе всем давать требования. И что? Такой бунт пришел не в том месте. Сегодня 500 рублей, завтра мы выписываем требования, а послезавтра ты опять перешел. Значит быть, в соответствии с 22 статьей Конституции, часть 2, мы тебя доставляем в правоохранительные органы до 48 часов. На следующий день, имеете право, на следующий день в суд. От суд вы изберет меру. Не много, чуть-чуть. А? Нет, 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 нет. А почему вы не избрана? Именно по 12.5.6.3.1. Так. За мою день разу не видел, чтобы инспектор в протоколе или в рапорте об обнаружении административного правонарушения не отразил информацию, что причиной следственной связи ДТП явилась тренировка. Нету этого. При этом она не влечет никаких последствий реально. Визуально просто это как момент коррупционный. Я учитываю коррупционную составляющую. Открывайте мне. Какая коррупционная? Потому что давайте я сейчас объясню. Нет, коррупционная составляющая. Я вам денег не даю. Я денег не даю. Я законным путем просто их обжалую от меня. Я смысл не вижу. Да, конечно. Я не вижу смысла платить. А в законе у него понимание трактовки не двояки, не трояки, а более того. Это делает возможным людям, знающим норму и право обходить это. Вот и все. А визуально то, что вы выявили, у меня к вам как личности-то претензий нет. Вы выявили, вы составили материал. Просто так как вы взаимодействуете в соответствии со статьей 10 закона о полиции с должностными лицами, с другими органами, общественными объединениями и гражданами, я в том числе иногда с вами общаюсь и довожу ту или иную информацию. Для меня это вот сейчас то, что наша была встреча. Я то, что вот единственное задержусь на встречу, на подписании договора и все. А так я не, что называется, такое слово применю. Ради бога, оформляйте сколько хотите, и по номерам, и по тонировке. Все акты я отменяю. Ничего страшного в этом не вижу. Просто, знаете, мне даже любопытно, я уже просто инспекторам не интересен. Уже просто не останавливают. Вот. А ваши пушкинские, вы уже мало-то получаете. Так, у них не здоровы. Не снигайте так, да. Не снигайте так, да. Не снигайте так, да. Конечно, общаться, да. Но вместе с тем, вы могли бы и лояльно отнести их со стритиновым материалом. Вы все, да, подписали? Да. А почему обжалуют через суд, а не руководителя? Потому что руководители часто пытаются устранить нарушения. Что самое интересное, влечет за собой более фундаментальные и грубейшие нарушения процессуальных норм. Потому что они устранят те нарушения, которые невозможно устранить. Поэтому закидывается в суд в суде время, и как минимум сроки давности мы прекращаем производство. Значит, и я протокол забираю. Вот. Да. Ходотайс тебя тоже забирай, да? Да, да, да. Да, да, да. Ок, вот здесь вот лично слово да. Потому что это вы, русский язык, владели. А я это не ставлю под... Что есть гроза, русским языком владею. Да, да. Вы знаете, меня удивило, что вы достаточно адекватные. Обычно инспектори, когда им приводишь положение закона, зачастую начинают кричать и возмущаться. Как это так? Они, конечно, на первый взгляд не понимают, кто перед ним спецсубъект, адвокат, юрист, они начинают там кричать. А вы достаточно толерантно отнеслись в дискуссии, выслушали гражданина и приняли процессуальное решение. За это вам отдельное, кстати. Забираю половинку. Да, ну, по следующему. На требование я сфотографирую, брать его не буду. Ну, да, ну, в принципе, ну, давайте заберут. А ну, а же юридическая сила все равно не имеет. До скорых встреч. До свидания. До скорых встреч. Ручку мою. А я ум отдал. Я. Серьезно? Посмотрите еще раз. Не, 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 нету. Взяли мою посиди ручку, отобрали. Пардон. Спокойная служба. Нахуй оформлял материал в задницу в этот объем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова